Мы с вами знакомимся с работой ретикулярной формации, мы её тренируем, и вы подписались на мой канал и смотрите плейлист ретикулярной формации. Значение её переоценить невозможно. Но я сейчас вот в этом ролике хочу ответить на один конкретный, важный, но часто пугающий вопрос вас по поводу работы ретикулярной формации. Я расскажу сначала некий пример. Вы, наверное, видели у меня ролик, где я про морскую походку говорю, как я с этой морской походкой сыграл так, что качели у меня были даже в воображении на диване, который закреплён на полу. Посмотрите, этот ролик очень важный. И вот мне многие говорят, Юрий Николаевич, мне вот это что-то кажется, мне вот это что-то привиделось. А теперь я расскажу историю. Я вот сейчас живу вот немножко уединённо. Ну, решил, вы же знаете, на зиму с вами поговорить, чтобы никто нам не мешал в большом городе. И вот здесь тишина. По сравнению с Москвой, где там кто-то по голове ходит, там машины, там ещё что-то. И там, в Москве, моя ретикулярная формация, как бы, как я говорю, вы смотрели, принюхалась. Она многие эти звуки, многие эти даже запахи в метро, она микширует. И не даёт мне фантазии раздумывать, а что это там под окном журшит. Это машину разогревают сейчас в мороз. А вот здесь, здесь нету таких лишних звуков. Птички чирикают, сойки каркают некрасиво. И вот моя ретикулярная формация сегодня, под утро, она придумала, что кто-то под окнами у меня чистит снег. Вот лопата, шик, шик, шик. В Москве это, естественно, услышать, как кто-то чистит снег. А здесь я в одиночестве. И у меня сразу в неокортексе... Ой, что это такое? Кто пришёл? Я вздрогнул. А это очень просто. Снег. Я вчера вечером посмотрел, где у меня лопаты стоят. Подумал, что завтра я с утра буду чистить снег. В неокортексе задалась вот такая программка. А под утро, ну, сознание у меня отключено во сне было, ретикулярная формация взяла и напомнила мне, как чистит снег своим шумом. Шик, шик. Я даже выглянул в окно. Хотя я понимал, что нет никого. А представьте, если вы начинаете развивать эту идею, вы испугались, придумали что-то. Да, действительно. Иногда здесь что-то скрипнет, что-то такое. У меня первая реакция, как у нормального человека. Реакция вот этого иллюзорного страха, который, этот иллюзорный страх, раскачивая вегетатику, дает симпато-адреналиновую атаку или парасимпатическую, как у кролика перед удавом. Зажались и сидите, молчите. Вот она, метаморфозы ретикулярной формации. И она так играет с нами. Но нам нужно понимать, осознавать это. Ну, может быть, подойти к окну и посмотреть, кто же мне там помогает чистить двор. А никого нет. Может быть, стоит прислушаться внимательно, приглядеться точнее, включить сознание. Потому что наше сознание включается, ну, по нашей воле. А когда мы спим, у нас, как говорится, сознание отключено. И вот ретикулярная формация, неокортекс, динамические стереотипы, нарративы и морочат нам всю нервную систему. Мы не пугаемся. Это я про себя говорю. А вы? Вот поговорим про ретикулярную формацию. Подписывайтесь на канал. Много интересного вы узнаете. И тогда вы не будете путаться вот в этих иллюзиях, галлюцинациях. Это и есть галлюцинация. Смотрите мой канал.